В нашем эфире далее Ольга Курнусова, российский политический аналитик. Ольга Владимировна, рада вас видеть. Здравствуйте, Огнебанин. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомы ли вы с новым Z-творчеством? Видели клип этого шамана? Боевой гитлеризм, согласны? Ну, абсолютно. У меня смотреть на это нет сил. У меня как-то несколько иные музыкальные предпочтения. Поэтому вот смотрела кусочки, которые можно видеть, потому что целиком смотреть просто невозможно. Ну да, особенно и видеоряд, и все. Ну и вообще, знаете, известно, что пиарщик, который сейчас везде продвигает этого шамана, он бывший пресс-секретарь Киркорова, то есть с такими большими связями в киркоровской тусовке. Ну и к тому же такой с откровенно фашистскими взглядами. Поэтому неудивительно, что все это зашито, так сказать, в это творчество. Ну да, да, такие люди встречаются. Действительно, среди творческой среды люди с фашистскими взглядами попадаются, собственно, на что далеко ходить. Достаточно, ну, очень талантливый человек Курехин стоял у истоков вместе с Дугиным и Лимоновым национал-большевицкой партии. Так, и сейчас хочу спросить вас об аресте Игоря Стрелкова-Гиркина. Известно, конечно, что он террорист, он начинал войну на Донбассе, военный преступник, он виновен в сбитии малазийского Боинга и находится в международном розыске за это страшное преступление. И вот вчера российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает свой срок в российской тюрьме, он назвал Гиркина политзаключенным. Сказал, что считает его арест незаконным, а само дело нелепым и, очевидно, политически мотивированным. Цитата Навального была. При этом, да, он напомнил, что суд в Нидерландах признал Гиркина-Стрелкова виновным в сбитии малазийского Боинга. Ольга Владимировна, вы согласны с такой позицией Навального? Если да, поясните подробнее, что имел в виду российский оппозиционер, называя убийцу террориста политзаключенным? Ну, то, что Гиркин военный преступник, и его нужно было бы выдать ГАГу, собственно, чуть ли одним из первых шагов, именно задержать в этом качестве, безусловно. Поэтому, какой он политически запрещенный, для меня, конечно, нет. Не потому, что его, там, правильно или неправильно арестовали. Очевидная совершенно история была. Для меня вопрос, почему его так поздно арестовали. Потому что достаточно давно он высказывался очень нелицеприятно, в том числе и в адрес Путин. И зачем его держали, ну, видимо, считали, что еще какую-то пользу он может приносить. Ну, а сейчас эта польза закончилась. Поэтому я не понимаю, чем его арест... Ну, смешно, да? То есть Гиркина арестовывают, а Пригожина уезжает в Беларусь. Конечно, смешно. Но после этого Гиркин не становится политическим заключенным, на мой взгляд. Потому что, все-таки, признание политическим заключенным – это вещь, ну, какая-то не только политическая, но и этическая точно. То есть это те люди, которых мы считаем невиновными и, собственно, перед которыми должны без дополнительных рассмотрений распахнуться двери тюрьмы. Да, условно говоря, если завтра мы бы пришли к власти, на мой взгляд, Гиркина не нужно было бы отпускать, а нужно было бы, конечно, написать, что, так сказать, мы его задерживаем для того, чтобы передать Гагу и передать его в Гагу. Да, да. Ну, Навальный, так сказать, расписал и объяснил нынешнюю позицию Стрелкова-Гиркина так, обозначил ее так. Ругал людоедов за их недостаточный аппетит. И Навальный еще сказал, что сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто за критику власти, а конкретно Шойгу и Путина, пишет Навальный. То есть, ну, поэтому назвал его, видимо, политзаключенным, хотя... Ну, не все неправильно, собственно, неправильно сформулированные вещи должны называться именно политическим заключенным. Да, сегодняшний режим, он часто, так сказать, вообще задерживает людей ни за что, за белые листы бумаги. Поэтому, ну, не знаю, вот для меня политический заключенный, это такая моральная и этическая оценка, поэтому я, конечно, не могу так назвать Гиркина. Для меня он военный преступник. Да, да, согласен. И все-таки, какова цель ареста Стрелкова-Гиркина? Можете предположить, почему он впал в немилость, хотя раньше столько всего ему было позволено? Они боятся. Собственно, Пригожинский мятеж показал, насколько слаб Путин, насколько непонятно вообще, кто выйдет его защищать, если что. И в этой ситуации они боятся любых людей, вокруг которых может объединиться хоть какое-то количество достаточно активной и радикально настроенной публики. При этом неважно каких взглядов, правых или ледов. Например, сегодня, так сказать, этапировали в Сыктывкар и начинается рассмотрение дела у известного левого такого политолога, философа Бориса Кагарлицкого. Он не был большим противником власти, но тоже прекрасно арестован за, по-моему, тоже за оправдание терроризма. Его арестовали, и суд будет проходиться в Сыктывкаре. Он такой левых взглядов человек, поэтому неважно, кто левый, правый, либерал. Важно, что у человека громко говорит, у него есть сторонники, его читают, и это опасно, потому что они же понимают, что ситуация в России ухудшается. То, что творится с призывом сейчас просто, уже уходит закон сейчас в Совет Федерации про продление призывного возраста. Это те штрафы, которые будут за неполучение поездки, и сразу закрытие выезда за границу. Все это говорит о том, что все дальше и дальше будут закручиваться гайки, чтобы всех, кого захотят, отправлять на фронт. И в этой ситуации, конечно, они боятся каких-то уже не только мятежей, но и революционных процессов. Только они плохо учили историю и в школе, и в институте. Потому что, когда революционная ситуация уже создается объективно, неважно, они могут всех пересажать. Лидеры появятся внезапно, сами не поймут, как это никому неизвестный человек вдруг стал лидером. Просто потому, что созрели условия. Действительно, в России, видимо, готовятся к новой осенней волне мобилизации. Известно, что сейчас еще больше, хотя куда еще ограничили свободу потенциальных призывников. Вы уже это упомянули, за отказ идти в армию и непослушание вели огромные непосильные штрафы. Отбирают загранпаспорта, водительские права забирают в СИЗО, закрывают. Но вот что еще. Есть закон в России об ужесточении призыва в армию. И там некоторые депутаты хотели оставить поправки, что в армию нельзя забирать тех, у кого на попечении ребенок инвалид. Нельзя забирать отцов с тремя малолетними детьми. Но на этих добрых депутатов набросился с критикой глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картополов. Картополов сказал дословно, вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы продолжаем искать, кого защищать. Некого будет потом защищать, заявил этот Картополов. Как прокомментируете вот эту фразу про большую войну, которой уже попахивает? Это из серии «Мы еще не начинали» или что-то другое? Ну, в первую очередь, это подготовка населения к долгой войне. Потому что, по крайней мере, правящая элита готовит к затяжной войне. И перестраивают промышленность на военный лад, и запускают там всякие новые военные производства. Поэтому, естественно, нужны будут все новые и новые люди на фронте. А к этому все и готовят. И по большому счету к этому готовят депутатов Картополов. Хотя кого там готовить? В Государственной Думе вообще никого не осталось. А в Совете Федерации разве что Людмила Лонарусова проголосует против. А больше ты нет никого. Скажите, вот мы сейчас показываем кадры прошлого призыва. Помним, у меня все хорошо, когда осенью тогда провожали женщины, матери, своих сыновей, мужей на службу в армию. А сейчас мы понимаем, отправляли их на верную погибель в качестве пушечного мяса. С момента того призыва уже погибло очень много и очень и очень много. Сейчас уже общие потери войск Российской Федерации приближаются к 250 тысячам. И вы можете спрогнозировать, какой может быть картинка грядущего осеннего еще одного призыва в российскую армию? Как будут провожать? Что-то поменяется или нет? Ну, кто-то будет точно так же провожать. Это мы понимаем. В первую очередь, потому что, хотя, конечно, призывников там не сразу отправляют. Но сейчас опять сократили еще сроки, по-моему, при каких условиях с призывником могут подписать контракт. Потому что формально они стараются на передовую отправлять контрактникам. Другое дело, что эти контрактники могут из призывников получиться через три месяца после призыва. А сейчас, по-моему, еще срок сократили в связи со всякими обстоятельствами чрезвычайными. А понятное дело, что война – чрезвычайные обстоятельства. Соответственно, но все равно будут же знать, что кто-то из соседей не вернулся. Там еще кто-то. Понятное дело, что в каких-то депрессивных регионах те выплаты, которые приходят за гибель, они заметны. И, к сожалению, это ужасно. Это практически как продавать ребенка за деньги. Ведь это везде считается преступлением. А тут ты фактически своего ребенка готов продать на деньги. Практически это еще хуже, чем на органы. Так и продавали, да. Да, да, да. И вот сейчас эта продажа происходит на наших глазах. Только почему-то это не считается преступлением. На мой взгляд, по крайней мере, против нравственного закона это точно преступление. Ну, послушайте, но мне кажется, сейчас вот очень-очень должно быть такое повышенное ощущение какой-то безысходности для всех потенциальных призывников в России. Ведь если раньше позволили как-то выехать, да, мы говорили тогда, что там порядка полутора миллионов успели выскочить, да, от этого призыва в Грузию и там другие страны, то сейчас наверняка не получится. Или, может быть, откроют калиточку, все-таки будем наблюдать новую волну эмиграции. Ну, они же уже приняли закон, что, поправку вот как раз в этот закон, что если ты получил повестку, то тебя не выпустят в коницу. Так что уже калиточку прихлопнули. Можно драпать только до получения повестки. Причем не только бумажный, но и электронный тоже. То есть появилось на госуслугах повестка, все, до свидания. Уже никуда не выскочишь. Только в леса. Только за клюквой. Но, может быть, тогда это все не в леса, а на площади, типа, выходят люди? Ну, по большому счету, конечно, только так, и никак иначе. Вопрос все-таки объективного созревания условий. На мой взгляд они созревают, потому что понимание абсолютной тупиковости ситуации, оно все у больших людей появляется, но не у всех. Собственно, именно поэтому, для того, чтобы те люди, которые могут говорить так, что их услышат, максимально их пытаются задерживать. Ольга Владимировна, хочу спросить теперь вас, как бы вы оценили сейчас среднюю температуру по палате под названием Минобороны России в той части, что вот эти вот чистки, да, после Пригожинского мятежа, задержанный Суровикин, как бы вроде какие-то манипуляции были там с этим, с Герасимовым. Вот. Вопросы были там порядка 15 генералам Минобороны. Сейчас Путину удалось, так сказать, усмирить несогласных или нет? Что вы наблюдаете сейчас? Что можете сказать на этот счет? То есть спросили последнюю температуру 38,6, на мой взгляд. То есть воспаление, оно уже такое серьезное идет. Ну, рафеном его не сбить, да? Да, уже не сбить. Ну, то есть можно сбить на 6 часов, а потом поднимется еще выше. Собственно, почему все это происходит? Ну, потому что никто, ни Путин, ни Шойгу, ни Герасимов, никто не может сформулировать, а зачем все это происходит? Вот все эти слова, которые непонятные они говорят, они совершенно не целеполагания ни у рядовых, ни у средних командиров от этого не появляются. Да, ну, как в старом анекдоте про избушку лесника. Да, вот сейчас опять идут бои вокруг Бахмута. Ну, и представьте себе, с такими усилиями Бахмут брали, теперь они, так сказать, вдруг, ну, предположим, из Бахмута отойдут. И что это было, хочется спросить. Зачем все это происходит? Никто ответить не может. Отсюда, конечно, не только низкий моральный дух, но, как ни парадоксально, это действительно похоже на то, что происходило не во время Второй мировой войны, нет, а во время Первой мировой войны. Вот тогда тоже, хотя сначала, ну, как же там, чепчики в воздух бросали, все, можно сказать, шли на войну, а потом вот эта долгая окопная война привела к страшному падению морального состояния войск. И, собственно, эти солдаты развернулись, пришли в Петербург и сделали революцию. Ну, абсолютно верно. Причем в данном случае уже не отойдут из Бахмута. Успел отойти Пригожин, а еще как-то более-менее. А этих просто перебьют наши военные. Тут уже вряд ли у них остались какие-то пути для отходов. Ну, в другом месте тогда уже, так сказать, из другого места откуда успеют отойти. Только сейчас они поедут не в Петербург, а в Москву, конечно, потому что всегда революция происходит в столице, в первую очередь. Да. Ну, пока они еще не дошли, туда успешно долетают дроны. И в этой связи последняя атака на центр Москвы, на хамовники, на здание Минобороны Российской Федерации, а точнее на отдельный корпус, где заседает кибервойска, киберразведка стороны террориста. И это же ведь тоже повод говорить о том, что Шойгу и Герасимов, мягко говоря, не на своем месте. Почему не возникает сейчас вопроса, а где же ПВО, а как допустили, а кто прозевал, кто проморгал? Панцирь на крыше не стрельнул. Не заметил. Он же панцирь. А тут, видимо, как-то между этими, у панциря даже что-то там есть, вот это покрытие. Вот между щелью и щелью просочил. Ну, что тут говорить. Понятное дело, что, кстати, Герасимов-то еще более-менее профессионален. А Шойгу, конечно, про распил бабла, а вовсе не про армию, не про оборону. Он смылся в Китай сейчас, видимо, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Или куда там, Северную Корею, да. Северную Корею. Это же, ну, я не знаю, что он там пытается посмотреть в этой Северной Корее, о чем поучиться. Но я думаю, что не случайная эта поездка. Почему Шойгу? Почему не Лавров, в конце концов? Но почему-то Шойгу. Ну да, может и смылся. Не исключено. А то, что пытались, так сказать, заглушить эту новость и просили, точнее, из Кремля была установка дана федеральным каналам, региональным, московским каналам, не рассказывать ничего об взрывах в хамовниках. Это о чем говорит? В 10-часовых новостях это было, в 11 уже все. Ничего не было. Ну, потому что все-таки это действительно вещь-то такая, если они не могут защитить сами себя, да, то есть какой-то важный стратегический узел, то что говорить про простых москвичей? Да, на них вообще всем абсолютно на чхак. И, ну, как бы у самого недалекого человека вот такие простые вещи-то должны в голове сойтись. Что если они сами себя не могут защитить, там, то по Кремлю прилетит, то по стратегическому центру, то нам вообще бамба. И надо куда-то ехать, я не знаю, на дачу и копать картошку. Так, интересная дальше тема. В России растет спрос на эзотерику. Также было когда-то в свое время при Николае II, накануне революции. Давайте сейчас эту тему обсудим. Значит, есть такая статистика. С начала этого года в России резко растет спрос на курсы по астрологии, гаданию, нумерологии и различной магии в онлайн-школах. Значит, продажи карта Ро за январь и март выросли на 105%. Продажи амулетов и браслетов от Порчи на 95%. И такая историческая справка. Известно, что увлечение оккультизмом и эзотерикой было в моде в начале XX века при Николае II. Известно, что он хоть и был очень хорошо образованный царь, но в какой-то период своего царствования стал очень суеверным, обращался к шаманам. И все это вообще походило на настоящее мракобесие. Ну и всем известно, чем закончилось правление Николая II. Ольга Владимировна, можно ли здесь проводить какие-то параллели современной России? Ну, конечно, конечно. Потому что когда человек теряет понимание, объективное представление о происходящем, он начинает обращаться к чему-то необъективному, к чему-то сверхъестественному. Потому что кроме как сверхъестественными вещами объяснить происходящее вокруг него событие человек не может. С точки зрения объективной реальности, ну, разве можно было себе представить, что все россияне внезапно сойдут с ума и будут одобрять войну с Украиной? Ну, это разве может нормальный человек представить, что вдруг это произошло? Вроде как до этого вокруг были нормальные люди, а после этого вдруг оказались вокруг зомби. Ну, а если ты живешь в стране зомби, то надо, по крайней мере, попытаться понять, как эти правила игры с этими зомбаками устроены. А то ведь можно как-то попасть в просаг. Да. Что ж, спасибо за этот разговор, Ольга Владимировна. Напоминаю, российский политический аналитик Ольга Курносова была в эфире телеканала Freedom. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал Freedom, чтобы не пропускать главного.